Что можете сказать по поводу упора на ручное шитье и установки у себя ручного ткачества? Ням-ням-ням, ручное ткачество не про деньги, на мой взгляд. Ручное шитье тоже не про деньги. Короче, если вы не ходите в гости к Полине Гагариной и не имеете подобного класса контакта, чтобы люди у вас покупали, ну, прям безумно дорого, ну, типа, сколько можно таким образом произвести продукции? Ну, наверное, я просто не знаю, ну, типа, до 10 единиц в месяц. И продавать это надо реально прям очень дорого. В противном случае вы будете нищим гением. Очень прикольно, но кушать хочется. Шью всю жизнь образование учитель швейного дела. Хочу начать производство одежды через интернет-площадки, советую тешить на мужчин, а не женскую одежду. Что думаете, рубашки и брюки? Вы знаете, честно говоря, я, наверное, не очень советую шить мужскую сорочку и мужские брюки. Мужские брюки очень сложно, ну, очень сложно вообще. И должно стоить реально дорого. А мужская сорочка... Есть турки, опять же, ну, я не вижу смысла, честно говоря, бодаться, потому что есть турки, есть там другие какие-то производители. И они умеют шить на наши размерные ряды. То есть я не вижу смысла, честно. Дай бог, чтобы я ошибался. И если вы решите это делать, чтобы вы это продавали задорого и были довольны. Но я не знаю людей, которые шьют мужскую рубашку в России и классно себя чувствуют. Ни одного. Знаю одного из Ижевска парень, рубашка на заказ. Или не из Ижевска. Короче, сервис, он вводил сервис индивидуально пошива рубашек. Деньги он начал зарабатывать только тогда, когда в эконом-сегменте вывел трикэтажные костюмы на Wildberries. Как бы все. Ну, как бы поговорили про рубашки. Сумки ручной работы будут в теме. Кожаная история и сумки ручной работы в теме будут. Но у вас должны быть... Короче, короче. Пока Инстаграм еще работает, идите и посмотрите, пожалуйста, Инстаграм-аккаунты бренда Dior. Боже, какие потрясающие они делают видео с производства. Это лучшее, что я видел вообще. Идите и посмотрите. Вот если вы хотите делать что-то ручной работы, вот видео должны быть хотя бы отдаленно похожими на то, что делает Dior у себя в Инстаграме. Правда, это потрясающе. Ну, вот серьезно. Компрессионные материалы для белья и корсетов. В России нет производств компрессионных материалов. Я могу, конечно, сейчас ошибиться. И кто-нибудь, да есть, кто работает на госсектор, оборонку и космос, потому что там-то компрессия нужна, но маловероятно, что они доступны для нас, как для простых смертных. Это как типа королевская фабрика. Королевская фабрика. Они производят кордуру, ткань для бронежилетов, парашютную ткань и так далее. Но как бы зайти к ним и купить просто, ну, с улицы не получится. А, собственно, дистрибьюции у таких компаний нет. И не появится, судя по тенденции. Большая ли сейчас конкуренция на рынке пошивой детской одежды на возраст 0,2? Конкуренция большая, рынок большой, бабки есть. Причем бабки с большой буквы «Б». Продукция простая, достаточно низкориентабельная, но продукция, которая нужна постоянно. Потому что типа у меня нет своих детей, но, насколько мне известно, от нуля до двух лет там просто вот так листаешь деньги бесконечно. Что с производством тканей в России? Значит, мы сейчас, как только началось все вот это изменение ситуации, мы собрали базу российских производителей, которые производят реально большие и крупные производства. И в том числе они имеют и мелкооптовые либо розничные отделы. Они у нас есть. Мы их предоставляли в своем закрытом клубе. Я думаю, что мы тоже вам в рассылку вложим вот эту базу производителей российских. В целом они прям супер вменяемые. Единственное, что вот уважаемая команда Fashion Factory, я вот тут смело так всего обещаю, я же не записываю вообще ничего. Вот вы потом, пожалуйста, структурируйте мои обещалки, чтобы я действительно это все скинул. Мы предоставим. У нас есть база российских производителей полотен и тканей. Их немного, их немного. Но мы дадим. Мы кое-что-то смогли собрать. Кого посоветуете из дизайнеров принтов? Никого. Не знаю никого. Книга «Спроси мамы. Нескучный финанс». Да, да, да. Что актуально в мужском ассортименте, на ваш взгляд? В мужском ассортименте актуальны джоггеры, в мужском ассортименте актуальны плюс-сайз сегмент вообще весь. То есть плюс-сайз мужской – это прям топчик. В мужском сегменте актуальны мужские костюмы, в мужском сегменте актуальны джемперы, наверное. Ну, короче, вот из категории «вязанный трикотаж» я считаю, что это достаточно актуальная история. Что еще? Рубашки пола, наверное, не очень хорошо покупают. Ну, по крайней мере, по моему опыту и вообще в целом по рынку. То есть это такая специфичная история. А так, как бы, спорт, джинсы мужские актуальны, но их необходимо возить из Кыргызстана, либо из Турции напрямую, и объем достаточно велик. Поэтому плюс-сайз. Вот в плюс-сайзе можно в любую штуку заходить, и там нормально. Сложно, разработки очень сложные, но в целом топчик. Чеки высокие, и аудитория голодная, потому что предложений очень мало. И они готовы платить эти высокие чеки, что самое важное. Где лучше брать хлопок, крапиву или лен? Подскажите, пожалуйста. Честно, не подскажу. Не подскажу. Лен лучше брать на сельскохозяйственной в городе Москва или в Белоруссии у белорусских поставщиков. Что касается крапивы и остальных эко-эко-историй, честно, не подскажу. У меня просто не стояло таких задач. И на сельскохозяйственной что-нибудь да есть. Это сельскохозяйственная 4, город-герой Москва. Каталог швейных производств, канал в Телеграм. Про принты имело в виду, стоит ли начать бизнес именно по продаже тканей с интересными принтами. Я считаю, что бизнес по продаже тканей с интересными принтами стоит начинать только если у вас есть второй шаг за этим бизнесом. Объясню. Кто покупает ткани с интересными принтами? Либо мамочки, если это детская одежда, либо мастерицы, либо дизайнеры. Денег там типа нет совсем. И сильно дорого вы их продавать вряд ли сможете. Ну и доступа, наверное, к таким классным вещам не будет. Поэтому если у вас есть второй шаг, то есть вы на дешевые материалы собрали аудиторию и что-то им потом еще продали, вот это будет работать как бизнес. Ну это такая, знаете, многоходовочка. А сам бизнес по продаже тканей метражом, на покушать хватит, но вы будете худеть. Будет дефицит калорий определенный. А куда вы скинете контакт производства поставщиков? Очевидно, вам на почту, Анастасия, потому что, скорее всего, вам ссылка тоже пришла, в том числе, на почту на этот вебинар. Нужна ли сертификация одежды? Да, нужна. Какой вопрос? Такой ответ. Нужна сертификация одежды. Что за книга про ВКонтакте? Системный бизнес во ВКонтакте. Автор Дмитрий Румянцев. Это один из сильнейших специалистов в российском СММ. Уважаемая команда, вопросы не заканчиваются. Суперактивные участники. Скажите, пожалуйста, что с таймингом? Я не хочу вас... Мы тоже немножко растеряны, потому что интересные вопросы, интересные ответы, и тайминг закончился. Может быть, еще на пару-тройку вопросов ответим? Друзья, давайте договоримся с вами, что в 21.20 я пойду пить чай, а вы пойдете пить чай. Все. Вот 21.20. У меня есть 8 минут, и я рандомно отвечаю на три интересных вопроса. Сколько тратить на рекламу? Смотрите. Антон Гуреев тратит на рекламу 200 тысяч рублей в месяц. Это Антон Гуреев тратит на рекламу. Что важно знать про затраты на рекламу? Они должны быть системными. У вас растут продажи. Должны расти затраты на рекламу. У вас падают продажи. Затраты на рекламу должны как минимум оставаться на прежнем уровне. А еще желательно, чтобы подросли. Потому что, скорее всего, что-то изменилось. Я начинал с рекламного бюджета 5000 рублей в месяц и системно наращивал его минимум на 20% от месяца к месяцу. Потом я наращивал больше, потом я наращивал меньше. И вот сейчас мой рекламный бюджет 200 тысяч в месяц. Я этот рекламный бюджет из Инстаграма перенесу на блогеров, на рекламу в Телеграме и на таргетированную рекламу во ВКонтакте. И у нашей команды все будет просто супер. Поэтому начните с какой-то комфортной суммы и потихонечку наращивайте эту сумму. Где купить ткани из Германии? Нигде. В данный момент, Екатерина, нигде не купите вы ткани из Германии. А если и купите, то подсортировка у вас не случится. Премиум одежды высокого качества. Можно ли найти швейное производство или надо нанимать швей и контролировать качество? Контролировать качество, я вас огорчу, придется в любом случае, вне зависимости от того, у вас собственное производство или подрядчики какие-то. И процесс контроля качества должен быть выстроен в четыре этапа. Отшив предпартийного образца на старте партии, на середине партии и в конце партии. Это четырехступенчатый контроль качества. Причем в конце партии на складе у подрядчика, для того, чтобы вы не получили потом себе кота в мешке. В сегменте премиум одежды высокого качества, опять же, надо понимать, что вы понимаете под премиум сегментом и что вы понимаете под высоким качеством. Но в целом в России есть такие подрядчики, они способны это делать. Один из них загружен сейчас до конца июня. То есть надо понимать, что у вас будет определенное производственное планирование, необходимое в данной ситуации. Анна занимается мотоэкипировкой. Сейчас есть запрос. Хочу еще развивать джинсу. Являются ли мы интересными для текстайма? Блин, честно, я думаю, что да. Потому что если вы говорите про джинсы с кевларовым вплетением, то, наверное, да. Другое дело, что текстайм не умеет такое делать. И, соответственно, тут необходимо смотреть на азиатский рынок. Я крайне рекомендую вам познакомиться с компанией, боже, они, по-моему, Альфа называются. Такое пошлое название какое-то. Они в Ростове-на-Дону, у них джинсовое производство. Очень неплохое. По-моему, Альфа. Они на Вайлбере страхуют там. Анастасия, боже, я забыл, как фамилия ее. Очень классная девушка. Интересно за ней наблюдать. Найдите в Инстаграме. Лукаденим. Во! Анастасия Лукина. Производство называется Лукаденим. В Ростове-на-Дону. Они по джинсам прям молодцы. И в целом я бы рекомендовал с ними пообщаться на эту тему. Но у нас в России стопудово не умеют делать вот кевларовые вкрапления в джинсу. Это, скорее всего, Китай. Скорее всего, Китай. Ну, честно, вот не буду врать. Лучше с Анастасией пообщайтесь. Они вот по джинсам нормас. Антон, подскажите, пожалуйста, актуальна ли женская одежда для невысоких? Канал продаж Инстаграм. Да, стопудово актуально. Стопудово актуально. Но надо понимать, что рынок имеет, ну, он такой достаточно ограниченный. Хотя, ну, опять же, в зависимости от ваших аппетитов. Я бы, например, туда не пошел, потому что я не чувствую этот рынок. Я не представитель ЦА. И деньги, которые там можно потенциально заработать, скорее всего, для меня не очень интересные. Но в целом, вот если там нацеливаться на собственный личный доход, там, 200-300 тысяч рублей, там, ну, или аналоги этих денег, да, через какое-то время, то в целом, да, этот сегмент абсолютно актуален. Высокие, невысокие, худенькие, толстенькие. И не шивание такое, очень классное. Но очень круто работает через личный бренд. Если личного бренда не будет, будет сложновато продвигаться. Так, остается три минуты. Вышивальное производство, опыт в 15 лет, станки промышленные. Есть ли смысл шить женскую одежду для детей? Рентабельно ли? Женская одежда и одежда для детей. Да, рентабельно и то, и то, и смысл этот есть. Единственное, что все-таки, если у вас вышивальное производство, а не швейное, то компетенции несколько иные, производственные. Поэтому я рекомендую на начальном этапе вместо инвестиций в основные фонды, то есть в машины, в персонал, в ремонт, в стены, разместите на аутсорсе какую-нибудь историю и проработайте каналы продаж. Сейчас, кстати, ребята, по каналам продаж большая рекомендация. Смотрите, это будет актуально еще лет пять, но потом на нет сойдет, так или иначе. Но когда стал два года назад сильно развиваться Wildberries, оптовики офигели просто, потому что все ломанулись туда. Опт обескровлен, опту нужна продукция, опт готов покупать. Лет пять есть для того, чтобы там маркетплейсы не угробили оптовый канал продаж окончательно. Но даже в этом случае он останется, просто будет денег меньше сильно приносить. Поэтому вот у кого типа еще выбор, я рекомендую посмотреть, пожалуйста, на оптовые каналы продаж. Там есть деньги, стопудово. Системный бизнес во Вконтакте. Дмитрий Румянцев. Елена, вот прям вы помогли, да. Кстати, есть лайфхак такой. Вы, короче, можете во Вконтакте зайти в раздел документы и убить название книги. И там, скорее всего, кто-то выкладывал эту книгу в личных сообщениях. Вы можете ее скачать. Это вот для этих, кто не любит покупать литературу. Хочу шить пуханы, пуховики, то есть рентабельно ли делать фейковые принты популярных брендов? Господа организаторы, можно, пожалуйста, забанить Анну здесь? Я очень прошу забанить этого человека. Это мое личное отношение к фейкам популярных брендов. Если можно, пожалуйста, забаньте ее здесь. Антон, спасибо за полный интересный ответ. Очень много полезного. Ольга, вам тоже спасибо огромное. Степан, что скажете про качество материалов в Иваново? Про качество материалов в Иваново, я думаю, так. Они решают свои задачи. То есть в Иваново производят те материалы, которые решают задачи конкретного сегмента продукции. Идеально решают их. Антон, ловлю каждое слово. Ваши эфиры – это такое изрядное действие. Все уныние лучше психолога сняли. Танзеля – это, видимо, кто-то из знающих меня. Ребята, а можно я, пожалуйста, потешу свое самолюбие и напишите, пожалуйста, цифру 1 – те, кто меня знал, а цифру 2 – те, кто меня не знал. Я просто так вот, типа, вот последний от меня уже вопрос. Просто потешить мое самолюбие. Что произошло? Пишут. А, вот все. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Блин, на самом деле много тех, кто меня не знали. Ребята, а теперь, пожалуйста, вот последнее. Буквально у нас есть еще одна минута. Поставьте, пожалуйста, столько огонечков, насколько вам было полезно. Потому что 9 вечера команда Fashion Factory работает. Антон Гуреев для вас работает. Людмила Нарсаян работает. Поставьте, пожалуйста, столько огонечков, насколько вам было полезно. Я вам буду безумно благодарен за эти огонечки. А если было не полезно, значит, не ставьте огонечки. Значит, я тут полтора часа воздух молотил. Вот она, вот она. Огонек. Огонек. Пожар. Пожар, пожар. Огонечек, огонечек. Все, ребят, на самом деле, действительно, ключевая цель, ключевая ценность – это чтобы вам было полезно. Я могу сколько угодно прыгать и рассказывать, какой я классный, какие классные все вокруг. Но если вам это бесполезно, значит, это все не имеет никакого смысла. Поэтому я благодарю вас за то, что вы сегодня здесь вечером с нами. Было 150 человек на пике. Это прям очень круто. Я, честно говоря, не ожидал такой посещаемости. Это, кстати, вот говорит о чем? О том, что у Людмилы офигенно собранная клиентская база. Лояльных, классных и живых клиентов. И вот когда у вас в вашем бренде одежда будет так же, вы, значит, будете сильно лучше продавать. Значит, что хочу сказать. Что бы с нами ни происходило, это закончится. И хорошее, и плохое. И нам потом с этим жить. Поэтому сейчас самое важное, что нужно понимать – это вести учет, считать деньги, как можно чаще обнимать своих близких и очень сильно любить свое дело. Это, наверное, самое важное, что я хотел вам сегодня сказать на этом эфире. И я надеюсь, что вот это пожелание, оно каждому дойдет так, как надо, так, как я хочу. Ребят, тут вижу, что просили мой Инстаграм. Я, наверное, тоже переложу эту ответственность на организаторов. Мой Телеграм и мой Инстаграм вам пришлют в рассылке после этого эфира. Ну, возможно, вместе с записью уже. Вот, поэтому буду рад новым подписчикам. Таргетированная реклама больше не работает, да. Да, подписчики сами не придут. Все, ребят, спасибо вам огромное. Команда Fashion Factory, Людмила, вам тоже огромное спасибо за то, что позвали, дали высказаться. И для меня это очень ценно. Ребят, всем классного вечера. Антон, огромное спасибо. Дорогая индустрия моды России, спасибо за внимание. Вы получите непременно в ближайшее время рассылку, в которой будет ссылка на запись, ссылки на базы данных, которые мы попросим у Антона, и ссылки на его Телеграм и Инстаграм. И вместе будем работать. Спасибо. До вечера.